Владивосток Это сборник небольших рассказов и повестей. У каждого своя тема герои и города. Правда, здесь их называют мужчинами. Токио, Белград, Сеул, Брюссель, Буэнос-Айрес и любовник Париж. Автор пишет в жанре тревелок. Это своего рода путеводные заметки, с помощью которых передается атмосфера и настроение. Зацепило то, что ты оказываешься именно там. Не просто читаешь сухой текст, а ты там. То, что происходит где-то далеко от тебя. Автор пишет о тех городах, с которыми знакома лично и которые ее сильно впечатлили. Четверть рассказов связана с Францией, но главным героем все же остается Владивосток. Сюжеты разворачиваются на знакомых улицах, в барах и кафе. Ольга отмечает, это не женские лавстори. Книга будет интересна и мужскому населению. Потому что это взгляд женщины на жизнь, которая кипит в городе Владивостоке. Интересно. Мужчинам иногда женская проза не так интересна, наверное, по содержанию. Но интересно понимать женскую психологию. Истории копились в течение 10 лет. Они происходили с самой Ольгой, либо с путешественниками, у которых она брала интервью. Что-то ей рассказывали знакомые, а что-то автор наблюдала со стороны. То, что это приключения, путешествия, Владивосток, море, то есть это такая очень близкая мне тема. Ну и само настроение предполагает, что книга будет достаточно интересной. Заинтересовала участников презентации и обложка. Владивосток – мужчина, которого Ольга наделила некими качествами, но все-таки у каждого читателя он будет свой. Поэтому на обложке нет лица, но есть атрибут сильного пола – костюмная бабочка, которую создала местная художница. Легкие намеки на город Владивосток. Что там море, чайки, паруса и вокзал. Женщина с зонтиком идет, дожди, потому что у нас. Буквально я потратила, наверное, час на эту работу. То есть она легко и непринужденно. И в основном, когда у меня работы получается быстро, неожиданно, они получаются легкими. В честь презентации книги решили провести филологическую игру. Участники называли номер страницы и строчки, а автор зачитывал им шуточные предсказания. Строчка, седьмая, снизу. Курица не птица, китай не заграница. Сама презентация прошла в формате литературного вечера. Автор зачитывала отрывки рассказов, намеренно умалчивая концовку, а позже отвечала на вопросы присутствующих. По завершении заинтересовавшиеся гости могли приобрести книгу. Могу сказать, что вообще не любитель читать. Можно сказать, вообще не читаю, но после прослушивания рассказов мне стало интересно. Я даже приобрела книжку. Для туристов книга Ольги – это возможность узнать Владивосток ближе, для жителей Приморья – открыть город с новой стороны. Уже сейчас произведение можно найти в книжных магазинах Владивостока, а позже книга, возможно, появится и в интернете. В будущем Ольга планирует написать подобные рассказы о городах-женщинах. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.